добрый день друзья добро пожаловать на нашу очередную встречу которая касается не только технологий потому что сегодня будем говорить про современное взаимодействие в команде компании и раскрывать эту тему будем с помощью приложения которое входит это office 365 называется microsoft teams меня зовут андрей бурлуцкий я менеджер по стратегическому маркетингу компании smart бизнес у нас сегодня с вами впереди целый час подготовленных интересных кейсов сценариев и демонстрации которые я бы хотел чтобы вы узнали разобрались и начали использовать ежедневной своей работе и на взаимодействии со своими коллегами самих со своими командами со своими подчиненными и конечно же руководителями у нас сегодня прямая трансляция прямая трансляция сделана с помощью функции teams live events как раз таки используется то самое приложение которым сегодня будем с вами говорить для эффективных коммуникаций live live meetings microsoft teams и при поддержке microsoft powerpoint у нас сегодня реализована функция с помощью искусственного интеллекта субтитров если увидите внизу это субтитры который автоматически распознает powerpoint презентация он может немножко ошибаться потому что украинский язык и русский язык находятся в режиме превью но уже полноценно работают языки такие как английский испанский немецкий и насколько я помню хинди поскольку у нас сегодня прямая трансляция вы можете задавать вопросы у нас для этого есть с правой стороны раздел q&a вы можете задавать свои вопросы публикуя их в виде анонсов а наш сегодняшний модератор и продюсер прямой трансляции женя он здесь как раз напротив меня находится будет опубликовать эти вопросы и я в конце мероприятия буду на них отвечать поэтому дождитесь конца если у вас есть вопросы если они у вас появятся отдельно от сегодняшней встречи пожалуйста можете написать нам по любому каналу связи по телефону по имейлу через фейсбук linkedin в твиттере как удобно компания смарт-бизнес по своей природе компания которая занимается системами знакомыми в знакомыми вам как erp и crm и за 10 лет нашего существования команда из 300 специалистов занимается проектами в направлениях erp и crm microsoft dynamics 365 платформу эжур microsoft office 365 microsoft 365 power bi и конечно же направлением связанным с решениями с использованием методов и алгоритмов искусственного интеллекта за 10 лет мы собрали серьезный опыт с разных индустрий с разных вертикалей с разных с разных ролей с разных сложностей компаний и сегодняшняя как раз презентация будет в частности по кейсам и историям и сценариям использования microsoft teams для современной внутренней и внешней коммуникации в компании проекты усиленные тем что имеют внутри себя кросс-культурные особенности которые идут от наших клиентов и проектов из разных стран в частности стран где у нас находятся офисы это больше это азербайджан голландия грузия и конечно же украина со штаб-квартирой в киеве но как бы география не ограничена работаем и по всему миру поэтому надеюсь что опыт однозначно будет полезен как минимум для размышления ну что мы готовы начать и первый как раз таки момент который касается размышления это недавнее исследование прайс фархаус куперс который они проводят каждый год в этом году исследование прайс фархаус куперс юбилейная и они снова опрашивали топ-менеджеров компаний что у них сейчас на уме чтобы по сути один из вопросов о чем вы сейчас думаете о чем вы думаете каждый день просыпаясь каждое утро и на хайпе большинство топ-менеджеров собственно отвечали что одна из тем или мыслей которые их не покидают это тема которая связана с инновациями и тогда топ-менеджером задали следующий вопрос а что для вас инновации из чего они состоят в чем их секрет скажем так какая формула инновации и безусловно одним из слагаемых что такое инновации были названы талантливые люди в наших компаниях то есть без талантливых людей без профессиональных кадров без звезд компании и правильной правильным таком соотношении разных людей в компании инновации невозможно но здесь не хватает и еще одного слагаемого я бы сейчас попросил вас угадать но томить не буду еще одно слагаемое это технологии и не просто технологии а если вы посмотрите вот сюда в серединку вот эти 15 процентов это технологические и цифровые возможности компании то есть с одной стороны это цифровые навыки которые необходимы людям в современном цифровом мире с другой стороны это цифровые возможности которые или технологические которые компания может сотруднику предоставить для разных сценариев использования например для удаленной работы например для того чтобы работать с командами которые находятся в разных часовых поясах например для того чтобы не терять информацию по проектам и вести все переписку проектную документацию задачи коммуникацию в одном месте для того чтобы это не потерять и иметь доступ например из дома или находясь в полях и вот вопрос насколько в наших с вами компаниях на сегодняшний день это направление культивируется насколько есть запрос с одной стороны со стороны сотрудников с другой стороны запрос со стороны бизнеса и со стороны айти запрос на то чтобы были во первых цифровые возможности другой стороны если такие задачи иногда кажется что такие задачи не поступают ну люди молчат люди не доносят свои пожелания свои мысли до своих руководителей или даже до айти департаментов айти департамент конечно все уловить не может но мы являясь как украина как каждый локальный бизнес мы являемся центром и под влиянием глобальных изменений глобальной цифровизации глобальных изменений в рынке труда и одно из исследований которое проводила компания microsoft показывает что за последние пять лет количество работы в команде или проектной работы увеличилась в два раза в двадцатом веке даже чуть раньше философии лидерства было 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 мото кто владеет информацией владеет миром нельзя на сегодняшний день взять и просто сказать что этот это мото этот слоган больше не действителен однако сегодня лидером в том числе является тот и управляет миром кто умеет не только владеть информацией но умеет ее собирать умеет ее анализировать умеет ее сортировать и делать из нее правильные и полезные выводы не собираясь в кучу и не перекидывая друг другу огромные массивы информации которые нас сегодня окружают и социальных сетей из электронной почты из смс рассылок из разнообразных мессенджер и так далее поэтому количество проектной работы просто напросто увеличилось я это даже замечаю по нашим компаниям клиентам где постепенно открываются отдельные проектные офисы проектные офисы на которые передаются не только проекты по строительству нового офиса или запуску нового продукта но даже для организации мероприятия выделяет может выделяться проектный менеджер который работает например с командой маркетинга с команд организаторов и так далее все это приправляется контекстом расширения рабочей силы с точки зрения фрилансеров которые привлекают которые привлекаются в проекты людей которые находятся за пределами страны где ваша компания ведет операционную деятельность то есть например за пределами украины до привлечения иностранных специалистов привлечения постоянной рабочей силы которые находятся других часовых поясах и так далее в результате возможность сегодня быть высокоэффективным вырастает колоссально не потому что технологии могут заменить существующий способ работы потому что технологии могут встроиться в существующие процессы ведения бизнеса командной работы проектной работы управления задачами и придать ускорение придать эффективности повысить коэффициент полезного действия на 5-10 процентов и так далее а просто такой эффективности коммуникации приводит к абсолютно линейному росту и зависимости эффективность бизнеса если оглянуться на то с кем мы сегодня оказались в одном офисе мы сегодня в одном офисе и в эпоху тотальной цифровизации оказались в одном к в одном рабочем пространстве в одном кабинете в одном большом физическом офисе с четырьмя разными поколениями это поколение baby boomer of это поколение x это поколение миллениалов и поколение z интересный факт что когда предпочтение по коммуникации у этих поколений не только разные мировоззрения на они не только из разных эпох и даже разных веков но этих поколений в числе разные предпочтения по коммуникации по способу коммуникации если вы посмотрите что например возьмем email коммуникацию для поколения baby boomer of этот способ бизнес коммуникации для для коммуникации на работе довольно предпочтителен то есть чаще всего они будут использовать электронную почту для того чтобы общаться с коллегами другой стороны поколения z это ребята и девчонки которые родились в промежуток 1996 и 2000 год используют почту ну скорее как аккаунт какой-то интернет-магазин или какой-то онлайновый сервис или просто для email рассылок которые валятся и поступают к ним личную электронную почту и в принципе все почему потому что поколение z для коммуникации используют технологии для чата в принципе это в основном только мессенджеры случае например платформы айос это могут быть еще а и messenger а так это вайбер telegram ватсап и другие технологии если посмотреть на baby boomer of их предпочтение в коммуникации совершенно иное то есть чат сообщения для бизнес переписки они не воспринимают в принципе и вот возникает вопрос как же в таких случаях имея такую разнообразную разнообразных представителей разных поколений дать им инструмент который удовлетворит потребности каждого который позволит каждому коммуницировать удобным для него способом а самое главное чтобы человек был услышан его его коллегой до его оппонентом его его подчиненным руководителем и так далее и собственно именно поэтому возникла тема сегодня поговорить про сценарий использования современной коммуникации microsoft teams это флагманский продукт microsoft это хаб для того чтобы для того чтобы организовать внутреннюю и внешнюю коммуникацию для компании коммуникацию для ведения проектов коммуникацию для регулярного и быстрого общения с коллегами в формате чата для того чтобы можно было вести проекты проекты внутри microsoft teams чтобы можно было организовывать каналы можно было вести переписку одновременно и совместно работать над разнообразными документами проводить встречи организовывать встречи проводить видео звонки аудиозвонки и добавлять дополнительные инструменты которые нам обычно привычно нужны зависимости от департамента который мы представляем microsoft teams уже обогнал всех своих конкурентов далеко-далеко вперед по одной простой причине microsoft teams эта платформа платформа которая не мог может не только использоваться как есть просто как вы ее взяли и начали использовать установили а эта платформа на которую вы можете для которой вы можете дорабатывать дополнительные приложения боты а чат боты закладки и встраивать свои корпоративные программы которые вы используете для службы поддержки для обслуживания запросов внутренних клиентов например в hr команде и так далее но все это возможно и все это строится только тогда когда в компании выстраивается правильная архитектура правильная архитектура командной работы и правильная архитектура сотрудничества очень много есть литературы и инструкции как правильно построить командную работу по командообразованию по мотивации по доверию внутри команды по культуре обратной связи внутри команды на мой взгляд в литературе которая сегодня в рекомендациях и в методология которые сегодня представляются не хватает части которая связана с тем как построить и сделать правильный дизайн внутри компании который позволит командам внутри взаимодействия в рамках проектов или индивидуально взаимодействовать максимально эффективно и при этом участливо в процессе сотворчества у нас есть для этого на самом деле архитектура и предложения в целом здесь скорее всего ничего нового не будет с точки зрения логики но когда мы накладываем предлагаем архитектуру с тем как у нас происходит командная работа и сотрудничество и коммуникация внутри компании можно увидеть что есть элементы которые требуют доработки как у нас может выглядеть в идеальном мире так сказать архитектура корпоративного сотрудничества у нас есть команда есть организация есть компания которая обеспечивает всю свою всех своих сотрудников всю свою экосистему инструментами для коммуникации происходит коммуникация сверху вниз даст руководство топ-менеджмента на сотрудников коммуникация также может происходить и снизу вверх сотрудника выдаются предоставляются для этого возможности с точки зрения процессов которые существуют компании даже например есть процесс передачи обратной связи снизу вверх есть возможности сбора и хранения информации хранения документов доступа к корпоративным хранилищем у кого-то это до сих пор файловый сервер кто-то переносит документы и создает хранилище в облаке как общий корпоративный так индивидуальный для каждого человека возможность анализировать свою эффективность на рабочем месте с помощью инструментов анализа ну и собственно коммуницировать друг с другом имея эти возможности технологические компания дальше скажем так подкармливает или прокачивает три ключевых направления первое и наверное одно из самых мощных направлений которые могут может существовать компании это развитие внутренних сообществ с одной стороны это могут быть сообщества по интересам например сообщества ребят и сотрудников которые увлекаются бегом сотрудники которые увлекаются музыкой которые увлекаются какой-то темой которая касается хобби или нерабочих вопросов второй момент это использование развития сообществ экспертов то есть это круг людей которые или 100 команда людей сотрудников которые разделены на группы которых развиваются живут находятся и доступны эксперты по ряду вопросов например эксперт по какому-то конкретному продукту по какой-то технологии по вопросам юридическим по вопросам по закрытию сложных сделок и так далее то есть это люди которых можно найти если у меня возник сложный вопрос и я не могу внутри своей команды найти на нее ответ зачастую эти сообщества развиваются с помощью корпоративной социальной сети например корпоративная социальная сеть ямер что происходит дальше дальше команда развитое сообщество и инструментарий и платформа которую дает организация дают каждому сотруднику возможность гипер роста над собой то есть быть эффект максимально эффективным на своем рабочем месте в то в рабочее время которое ему выделено например с 9 до 6 на чтобы он мог делать свою работу сто процентов своей работы не с 9 там до 19 30 а чтобы он реально мог выполнять цели которые ставят задачи которые ставят перед ним компания в уложенное время при этом он не выгорал и у него были все доступные инструменты и люди эксперты которые помогают ему работу делать в результате человек сотрудник может сам себя организовать помощью инструментов до выстроить свой рабочий день это то ли это календарь то ли это инструменты которые помогают приоритизировать или поставить задачи находить необходимые документы дан информацию которую ему нужно найти для того чтобы выполнять свою работу организовать свое рабочее пространство то есть в данном случае мы говорим про современное цифровое рабочее место и виртуальное пространство которое в нашем случае строится в рамках приложений офис 365 ну и дальше эффективная организация с цифровой платформой развитые сообщества и эффективные сотрудники и которые обладают уже знаниями навыками и умением работать в команде формируют эффективную проектную группу умеют самоорганизовываться в виртуальных пространствах вести проекты давать обратную связь друг другу реагировать на движение проекта вперед либо назад корректировать мгновенно на месте с помощью чата с помощью мгновенного видеозвонка но все это консолидируется в одной проектной группе где люди постоянно видят это наверно один из самых важных моментов что происходит в том или ином проекте видят документы видят переписку видят реакцию других людей видит какую-то видят опросы ответы на различные опросы по тем или иным моментом связанных с ведением определенного проекта в этой в этой группе и отсюда вырисовывается довольно большое количество сценариев для разных департаментов сценарий использования microsoft teams в разных командах для построения внутренней и внешней коммуникации и эффективного ведения бизнеса если вы еще не пользовались microsoft teams и хотите попробовать сделать это очень просто вы можете перейти на сайт teams.microsoft.com получить свой microsoft аккаунт и начать его использовать прямо из браузера или установив себе на рабочий стол если вы не хотите долго разбираться как это делать дайте нам знать любым способом мы пока проведем вам отдельную демонстрацию и покажем как зарегистрироваться и пройти по всему пути использования teams через через демо вот собственно демо я сейчас и перейду для чего мы собственно с вами и и собрались и так для построения эффективной современной коммуникации microsoft teams я рекомендую использовать постоянно использовать постоянно имеется ввиду создавать проектные группы как только появляется проект прививать себе привычку прививать в привычку проектной группе что для любого проекта мы создаем команду мы создаем канал microsoft teams где у нас будет храниться вся информация об этом проекте и в любой момент времени с мобильного телефона с компьютера с чужого компьютера находясь в любой часовой зоне вне корпоративной вне корпоративной сети я могу получить доступ к этой информации внести свой вклад или проконтролировать или проверить выполнение задач которые были назначены и так далее как это происходит происходит довольно легко и быстро заходя в microsoft teams я просто-напросто создаю новую команду новый канал новую команду вот так просто создать команду создать команду с нуля общую доступную я назову ее 2020 раз мы подходим близко 2020 году я добавлю участников мою команду несколько человек ольга наталья все вот так просто для любого проекта я могу создавать команду просто-напросто мгновенно внутри команды я могу создавать дополнительные каналы которые будут являться как бы как суп суп проекты на подходе который из которых будет состоять мой общий стратегический план я могу добавить отдельный канал работа с итогами 2019 года я могу делать когда канал стандартным команду могу сделать закрытой но я сделаю стандартно открытой для всех потому что у нас компании культура прозрачности то есть я хочу чтобы вся команда видела что происходит и кто над чем работает есть работа с итогами 2020 года команда проект создан теперь вопрос подключить сюда всех участников но я их уже добавил и дальше двигаться собственно по проекту развивая его вперед и так как мы развиваем проект вперед сюда мы можем выкладывать любые документы мысли задачи инсайты находки исследования по конкурентам планы на будущее которые могут понадобиться для работы чтобы это сделать можно использовать разнообразные инструменты сегодня мы пользуемся с вами отдельно скажем так стоящими друг от друга приложениями где-то мы работаем в excel и где-то мы работаем powerpoint можем использовать отдельные приложения например adobe или жира в общем все что угодно да для ведения для ведения проектов когда речь заходит о построении внутренней и внешней коммуникации с помощью teams речь идет о том чтобы в нашем проектной группе мы могли иметь быстрый доступ к любым документам и инструментам которые понадобятся чтобы выполнить работу по умолчанию мне уже программа сама предлагает добавить сюда необходимые документы видите предлагает добавить планировщик планы предлагает добавить электронную записную книжку в ноут и и кстати добавлю потому что у нас для планирования 2020 года и работы с итогами 19-го будет очень много встреч внутри команды и на каждой встречи мне нужно будет вести заметки и записывать результаты этой встречи и делиться с остальными я выбираю создать записную книжку сначала он подтягивает тянет собственно мою и вот уже блокнот для команды маркетинг план 2020 создан автоматически прекрасно создам раздел встречи по планированию и сохраняем сейчас мой слой моя созданная электронная записная книжка добавляется вот сюда наверх как дополнительный инструмент который понадобится в любой момент или может понадобиться в любой момент при ведении того или иного проекта в нашем случае при работе с итогами 2019 года представляете сколько информации там команде маркетинга нужно собрать воедино и проанализировать чтобы выработать концепцию и стратегию на следующий на 2020 год здесь также могу добавить дополнительные инструменты или быстрый доступ например быстрый доступ к excel таблицам excel файлу я выбираю excel так базовую бюджет из любого другого канала я могу найти этот документ и подгрузить его сюда чтобы он был быстро доступен для всех участников нашего процесса не нашелся у меня документ поэтому мы сделаем хитрее для того чтобы этот документ появился у меня в быстром доступе для остальных участников я на самом деле добавлю его в общее пользование для всех участников моей проектной группы для этого через скрепку я выбираю свой документ вот он маркетинг баджет сейчас у нас открывается можно не так так маркетинг баджет отправить копию и конечно же уведомить всех участников группы а может не всех а конкретного человека например евгения который отвечает за за бюджет ты подготовили о затратах я этим документом поделился но с этим документом будет работать не только один человек будет работать вся проектная группа поэтому теперь я могу документ поделившись им со всеми добавить собственно в список быстрого доступа и я выбираю excel маркетинг бюджет и сохранить есть excel файл теперь доступен для быстрого доступа именно здесь это единственная единственный источник правды я называю это так то есть документ который постоянно обновлен в котором всегда актуальные данные и все другие документы считаются не валидными с точки зрения достоверности информации все должны обращаться сюда если кто-то из руководителей спросит меня где можно посмотреть эту информацию я даю доступ им сюда знаю что максимально обновленная информация находится именно здесь и использовать команда может прямо от прямо отсюда возвращаюсь в раздел переписки и мы двигаемся дальше наработки могут быть разные здесь можно делиться файлами pdf файлами powerpoint добавлять документы с которыми или исходники с которыми вы работаете например в программе adobe trello жира и так далее то есть очень большое количество приложений уже созданное добавлено microsoft там и партнерами в microsoft teams для того чтобы компании могли использовать привычные для работы инструменты то есть не только те которые входят в офис 365 но и собственно другие у нас происходит что происходит дальше дальше у нас происходит то что мы можем находиться не только в офисе и работать не только с нашего ноутбука да мы можем оказаться в полях где нам необходимо собственно постоянно быть на связи для этого мы используем мобильный телефон и здесь я использую как раз таки microsoft teams приложение которое установлено на на моем телефоне вот тут на моя команда которую я создал я могу перейти в работу с итогами года могу написать сюда сообщение я командировки но могу закончить документ отсюда же документ я могу открыть если необходимо более того я отсюда могу его сразу с мобильного телефона и редактировать редактировать при необходимости вот таком виде это сложно большой тяжелый на самом деле документ но тем не менее я на самом деле прокручиваю могу все увидеть и если нужно даже нажав кнопку открыть его в экселе на своем телефоне причем это защищенное окружение но подчиняется все доступы к документам обеспечиваются безопасностью которую регламентирует и который управляет ваша служба идти либо служба информационной безопасности то есть вот тут я могу если что отредактировать документ при необходимости что я еще могу делать в teams у меня есть не только собственно проектная деятельность но есть например и работа один на один вот сейчас мой коллега евгений как раз сидит напротив меня у нас не там том числе идет переписка и если у нас рабочий сценарий где я нахожусь полях да я могу сказать привет я на встрече скоро буду здесь же я могу отправить сразу же информацию о том где я нахожусь но я нахожусь у нас в офисе на полевой 21 тем не менее быстро сориентировать человека что я скоро буду что мне еще очень нравится из точки зрения быстрой и такой нативной коммуникации при работе с коллегами в режиме чата я могу здесь вместе с очень много разных приложений которые я использую каждый день есть приложение пресс или похвалить кого-то за за работу вот могу же не похвалить за его творческий подход к управлению нашей сегодняшней прямой трансляции спасибо за мне не сложно человеку приятно и это тоже коммуникация прямо здесь прямо сейчас сказать человеку спасибо это так круто говорит людям спасибо и действует просто колоссально и с точки зрения внутреннего состояния того кто говорит и конечно того кому говорят чем мне нравится использование microsoft teams тем что teams работает одинаково и имеет одинаковый пользовательский опыт на рабочей станции то есть на компьютере на мобильном телефоне причем независимо от того это у вас айос или у вас android приложение абсолютно с классный нативным и юзер интерфейсом и юзер experience которые понравится на самом деле каждому и если у вас нет возможности всего сейчас прямо работать ноутбука берете teams все те же самые функции на телефоне на мобильном они доступны и с точки зрения документов установки задач ведения проектов видео звонков встреч и так далее ну а мы двигаемся дальше да постоянно находиться на связи а когда мы используем microsoft teams в основе его лежит программа которая или платформа которая называется sharepoint поэтому выкладывая документы обмениваясь документами в teams с коллегой в режиме чата или в проектной группе мы автоматически открываем всем участникам общий доступ к этим документам давайте посмотрим как это выглядит здесь я добавил excel я сейчас добавлю в нашу проектную группу ворд документ вот наш ворд документ отправляя его копию как только я отправляю его копию в нашу проектную группу он становится открытым для собственно всех участников этого проекта снова обращусь к евгению и например этот момент еще и к наталья пожалуйста правки если захочу могу это сообщение сделать даже более красивым выделить добавить цвет и отправить все ребята смогут и отвечать мне в этой переписке и в том числе если я кликну на этот документ причем как с мобильного телефона так и из microsoft teams я буду видеть и буду уверен что над ним ведется ведется работа но вот этот документ мы уже использовали для демонстрации здесь я могу открыть документ в браузере либо в настольном приложении я открою в настольной версии microsoft word и покажу что будет происходить одновременно могут работать огромное количество людей но нужно быть как бы осторожным в любом случае ибо слишком большое количество людей работающих в одном документе может привести в том числе их путаница хотя с точки зрения excel путаницы не будет потому что блокировка идет для редактирования на уровне ячейки powerpoint на уровне объекта ну и в microsoft word можно запретить редактирование отдельными дополнительными инструментами ну кто-то из ребят подключится и поредактирует документ сейчас здесь пока никого нет так вернусь в нашу команду ну вот видите пошла собственно переписка и здесь я могу всегда вернуться и увидеть какому какой переписке какой коммуникации какому проекту относится та или иная коммуникация где мы его собственно переписываемся да ну я могу поставить лайк куда же без лайков и собственно подождать когда мне от жене ответит жду просят срочно и например поставить приоритет этому сообщению что она важная готова да я сразу вижу что например женя уже в документе я вижу его здесь видите вверху я вижу что человек здесь есть как минимум один человек как минимум два я я и женя и сразу же вижу что он делает где он редактирует какие изменения он вносит и добавляет сюда комментарии более того я сразу могу с ним взаимодействовать прямо здесь то есть все происходит сразу же в онлайне и взаимосвязаны между собой с точки зрения цепочки взаимодействия здесь мы вместе перешли в документ word здесь мы также взаимодействуем параллельно редактируя документы так далее готова работая с этим документом для меня является важным направлением важным проектом и я могу здесь его например сохранить сохранить как сообщение у меня здесь таких может быть на самом деле сколь угодно много например отчета затратах я хочу сохранить чтобы это было у меня всегда под рукой и тогда мы переходим к следующему интересному моменту который касается взаимодействия между людьми и даже больше к эффективности индивидуальной чем командной хотя одно следует из другого это поиск информации на поиск информации если не уметь правильно ее собирать сохранять сортировать придавать ей структуру на своем рабочем месте там на компьютере либо в облаке то на поиск информации может уходить порядка 35 минут а то и больше течение времени представьте если 30 60 минут сэкономить человеку когда он пытается найти ту или иную информацию работая в облаке все документы индексируются и их можно легко найти информацию которую вы сохраняете документы которым у вас есть доступ или люди могут найти ваши коллеги могут найти информацию или документы к которым вы разрешаете им доступ microsoft teams интегрирует в себе эти возможности например через функцию команду сохранено я могу быстро посмотреть какие элементы у меня были сохранены он мне сразу показывает на экран все что было сохранено с левой стороны все сохраненные элементы я могу мгновенно к ним перейти не и мне нужно будет искать где они находятся нажимая кнопку я просто сразу же проваливаюсь в это сообщение видите он мне даже его подсвечивает цветом чтобы я сразу его увидел и перешел к действию вот эти маленькие элементы которые экономят где-то секунды где-то минуты в течение дня могут превращаться ну не в часы но в 12 часа точно которую мы тратим на вот такую рутинную операционную информацию связанную с поиском тех или иных документов теперь найду здесь документ который я загрузил этим башет переписки на эту тему нет видите а мой файл который я только что загрузил он еще не индексировался то есть здесь происходит индексация когда ваш документ может может быть доступен всем из проектной группы сейчас доступ если те кого мы добавили проектную группу посмотрим документ например под названием гайд вот есть файлы которые имеют в себе видите как их много документов которые имеют в себе слово гайд я могу их отсортировать по типам например выбрать pdf и вот например у меня инструкция потому как быстро начать пользоваться microsoft teams она сразу загружается советы и подсказки я могу здесь посмотреть тот ли этот документ который мне необходим и если он мне например нужен продолжить с ним работать если я хочу показать кому то что я нашел этот документ да я могу обратиться например к евгению или кому то из ребят и сказать в чате я нашел правильный документ пожалуйста используйте его также можно быстро находить людей файлы задачи заметки встречи проведенные встречи и так далее теперь то что касается пожалуй моей любимой темы что все находится в одном месте и это самая большая прелесть microsoft teams что на сегодняшний день уже даже есть возможность интегрировать электронную почту microsoft teams я сейчас как раз нахожусь на этапе тестирования этой возможности но можно будет вести всю коммуникацию работу по документам по звонкам видео встречам заметкам со встреч управление задачами из одного проектного канала который вы создаете под каждый проект как это выглядит возвращаемся в наш для ведения успешного проекта по планирование следующего года мне необходим какой-то инструмент для того чтобы управлять задачами я использую план он не сразу открывает меню предлагает мне создать новый план или использует существующий но поскольку существует существующего не может быть потому что мы только создали группу я создам новый следующим названием стратегия 2020 и у меня планировщик появляется самом верху еще один быстрый доступ всей проектной группы к информации о продвижению по задачам о выполнении кто выполнил то нет какие задачи сколько осталось и так далее планировщик работает или планер формате канбан доски когда мы в виде стикеров можем размещать задачи разбиты на разные сегменты очень быстро и и удобно брать отзывы вебинаром назначу конкретного человека назначу евгения и поставлю срок до конца следующей недели все задачи появилась женя получает уведомление в тим что него назначена задача и приступает собственно к ее исполнению и все участники проектной группы могут зайти вовнутрь этого документа этого приложения и посмотреть что там и как не только документы можно прикреплять давайте возьмем например youtube если вы команда маркетинга вам нужно быстро иметь доступ к каналу до чтобы постоянно видеть какие происходят изменения в принципе быстрый доступ не идти отдельно в браузер то мы можем зайти сюда я сейчас возьму ссылку на youtube канал ну например на канал смартокс кстати если не подписаны рекомендую подписаться это наше сообщество фанатов технологии microsoft где мы каждый четверг рассказываем о новинках о функционале разных продуктов технические проводим технические встречи онлайн и у нас здесь в офисе и для не технических для бизнеса аудитории так так он хочет иметь и на ссылку на мой канал попробуем и например сохранить все все моя команда имеет быстрый доступ теперь к этому видео на youtube если необходимо если он постоянно обновляется или нужно постоянно просматривать его обновления в общем для любой задачи которая может потребовать такого 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 собственно действия но видите отсюда даже сразу можно и собственно его смотреть она уже интегрирована в microsoft teams если зайти вовнутрь здесь вы видите здесь есть много разных приложений здесь есть и powerpoint и power bi для тех кто привык пользоваться инструментами типа жира они также находятся здесь трейл также находится здесь adobe mailclark zoho asana evernote dynamics то есть microsoft добавил самые популярные приложения которые используются в корпоративном бизнесе для приведения проектов и работе в проекте разных людей и выполнения собственно их задач мгновенное подключение это моя любимая тоже тема поскольку я могу своей команде которую я создал а вот здесь вот здесь у меня здесь есть значок камеры которую нажав я могу позвонить всем ее участникам мгновенно назначить встречу провести сиюминутный прямо здесь звонок и конечно кто сможет мне ответить кто не сможет конечно же не ответит но это как бы тоже не проблема я видеозвонок могу записать и вся эта коммуникация которая произошла во время отсутствия человека на рабочем месте или он был на встрече и не смог взять например даже мобильный телефон чтобы провести этот звонок видеозапись будет доступна для использования в дальнейшем иногда бывает так что мы подключаемся ко встрече из места неожиданного ну например из кафе или из общественного транспорта или из офиса клиента или в конце концов подключаемся из нашего офиса и у нас позади что-то происходит для этого в microsoft teams мало того что есть функция мгновенного подключения к видеоконференции к видео встречи к вебинару и так далее есть возможность очень быстро подключиться ко встрече и размыть задний фон экрана зачем когда происходит видеоконференция например да и позади вот как он сейчас до открыт специально но мы сделали для красоты открыт задний фон и там ходят люди это отвлекает человека от коммуникации вместе с вами от коммуникации с вами для того чтобы этого отвлечения не было вы можете автоматически размыть экран задний и собственно человек который вас слушает не будет отвлекаться после нового года где-то в январе и феврале microsoft прогнозирует и обещает выпустить добавление собственных подложек вместо просто размытого экрана вы сможете использоваться уже преднастроенным от microsoft либо своими подложками которые вам будут больше всего нравится конечно пляж там уже точно есть работа в офисе там тоже уже на фоне офис там уже есть поэтому будет очень круто использовать в переговорах с клиентами которые будут однозначно удивляться как у вас так здорово получается про поиск мы уже поговорили то есть когда мы ищем информацию для нас важно найти информацию которая будет нам самой подходящей своевременной и чтобы система могла не только находить эту информацию а чтобы могла подсказывать что именно эта информация мне может понадобиться для того чтобы это происходило в системе поиска в microsoft teams и в офис 365 работает технология microsoft graph которая изучает ваше поведение с кем вы больше всего коммуницируете кому больше всего отправляете писем проводите встреч онлайн кому отправляете презентации открываете общий доступ к каким документам с какой с какого типа информации это excel это powerpoint и так далее таким способом microsoft graph подбирает для вас наиболее подходящую информацию среди всего многообразия которое вы контента которое создаете вы и которую создает ваша проектная группа да и в целом коллеги которые работают в офис 365 окружении но когда мы работаем с microsoft teams у нас есть возможность сортировать информацию не только по релевантности а по действиям которые были в отношении нее совершены например по лайкам вот я получаю здесь в левом верхнем углу уведомление о том что мое сообщение получила получила лайк я могу отфильтровать информацию по непрочитанным мной сообщениям по сообщениям где меня упомянули это снова же правильный способ коммуникации когда кто-то пишет например представьте email сообщение где пишут на 10 человек письмо в котором пишут привет мне нужно чтобы вы сделали действие 1 действие 2 действие 3 кому именно это обращается к конкретному человеку или ко всем десяти все кто стоят в поле ту или в те кто в копии письма к ним тоже относятся это сообщение в microsoft teams и в аутлук появилась прекрасная возможность упоминать человека поэтому я всегда сортирую сообщения по упоминанию лично меня то есть какие сообщения относятся ко мне также сообщения которые за день например получили ответы я не успел прочитать реакции пропущенные звонки голосовая почта если она настроена и вот тот самый microsoft граф который изучает поведение в офис 365 также предлагает вам сообщения и информацию которая находится в тренде в в тех группах проектных которые вы в которых вы добавлены и в которых вы участвуете то есть те кто набирают например много лайков много ответов идет большая дискуссия добавляются документы проводятся встречи и так далее ну и рекомендуемые тоже по ряду алгоритмов искусственного интеллекта microsoft граф изучает какие сообщения для вас могут быть именно могут быть наиболее интересными какие документы какая информация какая дискуссия и подсказывает чем больше вы пользуетесь офис 365 и проводите там коммуникации обмена документами совместной работы тем точнее программа естественно будет проводить эти подсказки попробуйте это работает очень круто продемонстрировать не могу потому что вы увидите то что рекомендуется для меня это корпоративная чувствительная информация когда мы общаемся с человеком мы хотим не только чтобы нас услышали мы хотим чтобы человек реально услышал и понял о чем мы с ним о чем мы с ним о чем мы с ним на самом деле говорим что у нас есть для этого в microsoft teams во первых есть очень классные моменты которые касаются инклюзивности и доступности информации которую коммуникации которую вы доставляете да для людей которые не могут ее прочитать например для тех у кого дефлексия да когда человек не может прочитать слова состоящие из более чем четырех букв стоящим рядом друг другом тогда я могу тогда здесь есть для него возможность например воспользоваться иммерсивным средством для чтения нажимая автоматически мое сообщение приобретает вид который может может прочитать человек с с особенностями зрения например дефлексия здесь также есть аудио вот здесь внизу то есть если человек плохо видит да то может нажать сообщение чтобы кнопочку play чтобы его прослушать что здесь есть еще сейчас покажу это в нашей команде в нашем чате вот у нас есть короткая переписка на английском и если например я не очень понимаю на английском я нажимаю перевод и у меня сообщение автоматически переводится если вы общаетесь а есть такие компании которых офисы разбросаны по очень разным странам мира с очень разным уровнем английского и тогда есть возможность общаться человеку из другой страны с вами на его родном языке а с помощью возможности перевода вы можете всегда перевести его сообщение и трудности перевода не возникнет это чат которым я на секунду уже останавливался если мне необходимо здесь пообщаться и решить быстрый вопрос с другой группы из группы людей я могу быстро добавить сюда моих коллег добавляю по имени или по имейлу или как как собственно знаю жму добавить у меня новая беседа могу отправить простое сообщение могу отправить например сообщение важное или очень срочное снова же чтобы привлечь внимание потому что моя коммуникация некоторые из моих задач требует особого внимания из чтобы скоммуницировать это верно необходимо присвоить некий статус важности для моего для моего получателя для этого я делаю из этого сообщения срочное на такое сообщение никто не среагирует а на сообщение срочно среагирует все потому что уведомление об этом сообщении получатели будут получать каждые 2 минуты в течение 20 минут пока не ответят на мое сообщение да потому что оно важно но не стоит этим злоупотреблять но не по значению пожалуй это моя любимая тема проявлять себя microsoft teams как и любой инструмент для коммуникации имеет в себе тельные функции да вот уже как раз они понеслись это гифки это эмоджи для того чтобы рутинная работа не была такой уж рутинной у нас есть эмоджи гифки с поиском и корпоративные гифки наверно так их можно назвать или корпоративные стикеры вот в таком виде это не превращает работу в хаос и обмен гифками тем не менее придает очень прикольный юзер экспириенс и позволяет придать придать жизни до рутинной работе рутинные задачи с которыми мы сталкиваемся каждый день это все что я хотел рассказать вам сегодня про внутренние и внешние коммуникации использование каналов коммуникации с помощью microsoft teams технологии это не просто наша задача рассказывать и объяснять как они работают и как они интегрируются в ежедневные бизнес-процессы ежедневную рутину для того чтобы помогать компаниям адаптировать технологии вместе с microsoft у нас запущена программа которая называется smart business fast track и adoption offer эта программа для всех клиентов но для тех office 365 клиентов или microsoft 365 клиентов у которых бесплатно для тех у кого есть больше 150 лицензий office 365 включает себя обучение по office 365 по разным программам разнообразные воркшопы для построения вот тех самых архитектуры совместной работы формирование культуры сотворчества и так далее больше вы можете узнать на нашем сайте adoption.smart.it.com или сосканировать qr-код который находится справа а с января месяца с 16 января мы начинаем серию воркшопов вебинаров воркшопов на тему собственно адаптации технологий что это такое как работают подходы change management в адаптации технологий как меняется роль айти роль бизнеса при запуске новых технологий в компании и какое влияние это имеет на культуру компанию как с этим справляться и адаптировать без саботажа легко просто с удовольствием для того чтобы технологии реально приносили пользу выгоды приносили пользу бизнесу и можно было покупать так называемые цифровые дивиденды вы получите приглашение на приглашение на этот на эту серию воркшопов уже через буквально через несколько дней а если хотите быть в курсе происходящего подписывайтесь на нашу страницу фейсбуке на нашу страницу в ютюбе linkedin twitter пожалуйста мы везде присутствуем пользуйтесь технологиями задавайте вопросы и кстати по воду вопросов возможно у нас есть что то да у нас уже стекло время тем не менее я возьму две минуты с вашего позволения чтобы ответить на вопросы вопрос от андрея как быть контролем выкладываемые выкладываемые информации андрей вопрос не боюсь этого слова офигенный к нему нужно подходить к решению этого вопроса нужно подходить с самого начала при до начала использования офис 365 во первых существует инструкция и чек-лист как настроить виртуальные пространства для работы сотрудников существуют тренинги для обучения сотрудников как управлять доступами к информации которыми которые они делятся и которые открывают доступ но самое главное команда айтин команда информационной безопасности должна создать инструкции и процедуры по которым люди будут работать и обмениваться информацией например сделать маркировку информации которая чувствительная для отдела финансов до чтобы все видели что информация маркирована относящиеся к отделу финансов является секретной и например не секретной а с ограниченным доступом и тогда на нее накладываются правила нельзя распечатать нельзя сделать скриншот нельзя пересылать можно только ознакомиться для этого существует целый набор правил они у нас есть если вас вам это интересно дайте знать удобным удобным способом контакты еще раз оставлю и на последнем слайде на фейсбуке либо в посадочной странице приглашение на это мероприятие дмитро может битро можете можете повторить и який инструмент укористовывается для видео трансляции так дмитро дмитро ц укористовывается microsoft teams и заразе вам покажем microsoft teams календарь создать собрание и вот здесь есть новое собрание а можно создать новая трансляция выбирая новая трансляция вы создаете именно прямую трансляцию которая где вы только можете говорить можно подключать разные устройства для съемки с разных сторон например у вас появляется продюсер но вы увидите это делается прямо вот отсюда из teams из раздела календарь двигаться дальше виктория а если подборка видео с базовыми функциями teams до виктория есть снова же дайте сейчас сделаем хитрее первое дайте знать я вам поделюсь с вами целым набором маленьких видео инструкции по этим и в ответ вам сейчас пишу где можно найти все эти видео числе пожалуйста друзья прошу прощения что мы использовали больше времени чем планировали однако спасибо большое что инвестировали свое время в сегодняшний вебинар пожалуйста оцените качество нашего вебинара проведенного мероприятия контента чтобы мы стали лучше уже буквально через несколько недель ну и присоединяйтесь следующему вебинару контакты по которым вы можете выйти с нами на связь находятся здесь на экране еще раз спасибо большое желаю вам отличного окончания недели пользуйтесь teams будьте будьте продуктивными в коммуникации в команде и совместной работе до до свидания до свидания до свидания до свидания Nonetheless hinges по